Муйнак – один из самых отдаленных районов нашей страны. Президентам уделяется особое внимание улучшению условий жизни местного населения. 10-15 лет назад из-за последствий Аральского кризиса экологическая обстановка в районе серьезно ухудшилась и в какой-то момент развитие фактически остановилось. Сейчас ситуация кардинально изменилась, в том числе в области здравоохранения. Согласно соответствующему указу главы государства от 17 мая 2022 года врачам, перешедшим на работу из других регионов нашей страны и осуществляющим трудовую деятельность в Муйнакском районе, выплачивается дополнительная ежемесячная надбавка в размере 200% должностного оклада. Это воодушевило многих молодых и квалифицированных специалистов узкого профиля начать работу в медицинских учреждениях этого региона. К примеру, сегодня здесь нужно встретить немало врачей из Харизмской, Самаркандской, Ташкентской, Ферганской, Андижанской и других областей. В настоящее время в Муйнакском районе проживают более 33 тысяч человек. Медицинские услуги, которым оказывают больницы, центральная районная многопрофильная поликлиника и ее филиал, три семейные поликлиники и три семейных врачебных пункта. К примеру, Соджида Камаридзинова из Избасканского района Андижанской области после окончания вуза какое-то время работала в местной больнице. Но после принятия указа президента она переехала в Муйнак и продолжила свою трудовую деятельность здесь. Я уже больше года работаю в этом районе и нисколько не сожалею, что приехала сюда. Ведь здесь для нас создали хорошие условия. Имеется все необходимое оборудование. Честно говоря, я пока и не думаю о возвращении в Андижан. Здесь вся моя семья. Мой супруг тоже трудоустроился. Дети учатся в местной общеобразовательной школе. А вот Негора Кадырова приехала в Муйнак из Нарынского района на Манганской области. Муйнакцы очень тепло меня встретили. С первых же дней они приняли меня как родную. В январе у нас произошли большие преобразования. Например, раньше нам приходилось работать с большим количеством документов. А сейчас весь документ-оборот перешел в электронную форму. Врачи, прибывшие в Муйнак и из других регионов, находят здесь искреннюю любовь и уважение со стороны местных жителей. Муйнакский район меняется с каждым днём. Мы видим большие положительные преобразования. Особое внимание уделяется и развитию медицины, за что мы безмерно благодарны. Спасибо президенту. Следует отметить, что все медицинские работники, приехавшие в Муйнакский район из других регионов страны, помимо надбавки в размере 200% должностного оклада, обеспечены также жильём, созданы условия для обучения их детей. Согласно данным, сегодня 30% населения нашей страны страдает различными хроническими заболеваниями. Поэтому президент поставил перед ответственными лицами сферы ряд важных задач по оздоровлению населения. В результате их исполнения начало этого года ознаменовалось масштабными преобразованиями в первичном звене медицины. В частности, с февраля по всей стране проводится медицинская перепись для распределения населения страны на соответствующие группы по состоянию здоровья. Это новшество затронуло даже самые отдалённые районы, в том числе и Муйнакский. В рамках медицинской переписи, которая проводится посредством первичного звена, население будет разделено на четыре группы по показателям здоровья. В результате будет сформирован список пациентов, которые будут внесены в электронную базу данных. Соответственно, для каждого пациента будет разработан индивидуальный план лечения. В частности, в третью группу будут включены лица с хроническими заболеваниями, нуждающиеся в диспансерном наблюдении и медицинской помощи. Именно эта группа будет находиться под постоянным наблюдением первичного звена.